доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и мы с вами на сайте лаборатории психологического обеспечения это главная страница на каждой странице у нас находится вот внизу здесь такой вот информер тут можно посмотреть сколько человек в день нас посещают сколько оригинальных посетителей сколько впервые зашедших сколько повторно сколько человек переходили по различным страницам сайта и так далее и так далее и так далее маленькая специальная программка на яндекс это позволяет нам отслеживать наших посетителей и что я хочу сказать видео вот о чем соответственно я вижу благодаря этому информеру массу массу запросов которые идут с различных поисковых систем google mail яндекс рамблер я вижу откуда идут эти запросы из каких городов я вижу какой пол наших потенциальных просмотровщиков там мужской женский гендерное различие этих людей и соответственно делаю на основании этого информера какие-то выводы немножко корректирую с этим свои видео то есть вижу что людей интересует какие запросы они вводят в поисковые системы откуда к нам переходят и соответственно немножко корректирую видео то есть есть заинтересованность о какой-то методике вижу что несколько запросов предположен там по методике исключения предметов облицы шульте и так далее и так далее и так далее я стараюсь соответствовать запросам потребностям нашей уважаемой психологической аудитории то есть лиц занимающихся профессиональной психологией психофизиологов и специалистов каких-то подобных схожих областей деятельности и я наблюдаю иногда анекдотичные случаи то есть люди ищут определенные запросы но запросы не всегда адекватны они попадают на наш сайт слава богу видят что мы предлагаем практически полный спектр не практически а полный спектр продукции лаборатории которая в общем-то покрывает сто процентов потребностей работы деятельности специалистов области психологии клинической медицинской психологии прежде всего промышленных психологов психофизиологов и так далее но иногда запросы очень странные и с этим я показывают вам такой листочек поясню некоторые моменты лпфо лаборатория психофизиологического обеспечения подписывать я не буду но понятно лаборатория психо физиологического обеспечения психофизиологического пишется слитно Далее что? Соответственно, мы проводим, вот есть у медицинских психологов, клинических психологов, так называемое ЭПИ, экспериментально-психологическое исследование. У промышленных психофизиологов это так называемое ПФО, психофизиологическое обследование. Прошу прощения, экспериментально-психологическое исследование, психофизиологическое обследование. Кроме того, иногда неадекватно запросы такие, допустим, ПЗМР. Многих людей интересует эта методика, расшифровывается это грамотно и однозначно, как простая зрительно-моторная реакция. Ну, наверное, надо написать сначала ЗМР, зрительно-моторные реакции. Их всего три. Вообще, в настоящей реальной действительности существует четыре так называемых психофизиологических пробы, которые специальным образом разработаны, созданы нами. Существует теоретическая подоплека всего этого вопроса. Ну, на данный момент с ЗМР зрительно-моторной реакции это так называемые пробы. Есть тесты, есть методики. Ну, предположим, тест ММПИ. Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Извините еще раз, простыл немного. Это разработка, американская разработка, 1956 год, HATUA. Соответственно, Березин адаптировал ее, эту методику, 377 утверждений. Только ММПИ на 377 утверждений работает на российской популяции в выявлении клинических каких-то болезненных, синдромальных, на симптоматическом уровне выявляет какое-то нарушение расстройства психики. Методика ММПИ на 71 мини-мульт не работает 100%. Методика Людмила Николаевна Собчик, очень мною уважаемая дама, 377. Ее методика на 566 утверждений работает с ненормой. Ее можно использовать и работать с ней. Но надо четко понимать, что, соответственно, это не для больных людей. Там индивидуальные типологические особенности исследуются. Абсолютно работоспособная методика. Огромная работа проведена, соответственно, использовать можно, но в отношении потенциально условно здоровых лиц. 377 утверждений, Березинский вариант. Это для клиники, это для патологии. И вернусь к зрительно-моторным пробам. Их всего три, условно четыре. Первая, как я уже сказал, это простая ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция. Вторая методика, это СЗМР. Ой, по-английски пишу. СЗМР. Сложная. Здесь простая буковка П, здесь С. Сложная зрительно-моторная реакция. Проба с переключением. И те, и другие. И та, и другая методика. Наряду с методикой, давайте я сразу допишу. РДО, реакция на движущийся объект. Вот эти три методики. И не больше, и не меньше. Ну, будем говорить методики. И вполне, как бы, естественно, мы говорим о них, как о пробах. Вот они существуют в реальной действительности. Более ничего другого пока человечеством не придумано. Для российской популяции не адаптировано. Нормативов ни для чего другого нет. А вот для этих методик существуют нормативы. Сколько миллисекунд человек затрачивает на простую зрительно-моторную реакцию. На сложную зрительно-моторную реакцию. Так называемую пробу с переключением внимания. Соответственно, реакцию на движущийся объект. Существуют нормативы. И вот именно так в запросе пишутся наши вот эти собственные методики. Условно, как я уже сказал, их всего три. ПЗМР, СЗМР и РДО. И надо добавить, в связи с развитием компьютерной техники, очень популярная, абсолютно работоспособная и зарекомендовавшая себя с самой лучшей стороны в клинике, проба Шульте. Макса Шульте. Соответственно, эта методика, она используется и применяется на карточках, оригинальный вариант, то есть на бланковом, так скажем, варианте. Но у нас это получилось, это можно сделать, у нас это сделано. Это методика Шульте. Методика, по сути говоря, является четвертой, благодаря работам лаборатории психологического обеспечения, научно-практического центра АКМЭ. Нашим программистам удалось ее автоматизировать. И, соответственно, эта методика тоже нами относится к так называемым не зрительно-моторным реакциям, а к пробам, функциональным пробам. Ну, давайте я так напишу, выделю их все четыре красненьким цветом и напишу ниже. Это все является функциональными пробами. Их всего четыре, не больше и не меньше, других нет в реальной психологической практике. Вот этими методиками мы пользуемся. Они у нас автоматизированы и позволяют оценивать функциональное состояние человека, так называемую неспецифическую работоспособность, концентрацию внимания, распределение внимания и вообще функциональное состояние человека в целом. То есть, делать вывод по одной методике нельзя, по одной методике проба ПЗМР о функциональном состоянии человека. А вот в комплексе, с учетом разработанных нормативов и проверенных годами, там, может быть, уже десятилетиям нашей работы, вот эти три методики, благодаря разработанным нормативам получения среднего, среднеквадратичного отклонения и получения среднего по этим показателям в миллисекундах, у мужчин, у женщин, заметьте, гендерное различие, у мужчин и женщин разных возрастов, возрастные различия, предположим, там от 10 до 20 лет, от 20 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50, ну, любую выборку можно сделать по нашим базам данных Excel, по любому возрасту, гендерному различию, профессиональному уровню, образовательному уровню, это все достаточно серьезно влияет. Ну, прежде всего, понятное дело, скорость зрительно-моторной реакции у мужчин выше, у женщин ниже. Ну, не вдаваясь в подробности таблицы, у нас такие существуют, мы их предлагаем получить, приобрести и, соответственно, увидеть, в чем различие по ПЗМР, СЗМР и РДО у мужчин и женщин, в чем различие у мужчин и женщин разных возрастов и так далее, и так далее, и так далее. Это отдельная тема для разговора. Сейчас я пока лишь говорю вот об этом самом информере. Я вижу эти запросы. Люди интересуются MMPI, люди интересуются простыми зрительно-моторными реакциями, такие интересные обороты иногда, что такое, вижу, пишет человек в поиске, да, то есть в плане ПЗМР, что такое время простой зрительно-моторной реакции. Приобретите у нас эту методику, в инструкции вы увидите таблицы, расчеты, нормативы и так далее, и так далее, и так далее. Это позволит вам четко понимать, с чем мы работаем. КТ, MMPI, УСК, нервно-психическая устойчивость, уровень нервно-психической устойчивости, какие-либо другие методики, там, код, прогрессивные матрицы, равены и так далее, все это являются тестами, да, будем так говорить, опросниками, если говорить применительно к MMPI и так далее. Ну, это уже дифференциации нет, опять же, разговора. Но, тем не менее, вот адекватность поиска, она позволит вам четко найти, по крайней мере, у нас на сайте, всю информацию касательно этих методик. Вот трех, четырех, будем так говорить, функциональных проб. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!